Доброй ночи! Время пролетело незаметно и вот тут некоторых сирну кормить пора. Ну то, что в туалет сходил, это ура-ура, теперь его самому найти надо. В принципе, уже походу нашел. Вон там под влажной салфеткой, под разлитой водичкой. Товарищ Катриэль спрятался. Да, сейчас я тебя там откопаю. Ку-ку, мой мальчик! Тебе там нормально? Да, нормально? Говорит, ты все равно, говорит, в теле салфетку не там, где надо. Я, говорит, какаю все равно другому угу. Да, я умею мимо какать салфетки. Это моя суперспособность. Красавчик! Сейчас поубираем, повытираем контейнер. Там как раз разморозочка у нас подготовится, потому что она еще в замороженном состоянии. Пока только водичку теплую положила, пусть тает. И будем кормиться. Товарищ активно уже просит кушать, прекрасно зная, с чем связано отжатие имущества. Кормовый объект у нас сегодня вообще из области зомби-апокалипсиса. Но не принципиально. То есть ему пофиг, какое кушать. Главное, что он был замороженный. То есть никакой гадости в нем нету. Все в порядке. Да, сейчас, скажи, я разберу, что это за фигня. И где у нее начало. И буду кушать. Угу. Скажи, ну вот кушать-то хочется, а вот всегда проблема найти голову. Это вечная дилемма. Это у карамельки не возникает вопросов. Где голова? Вот у этого товарища вечно. Поиски в каких-то местах труднодоступных. Угу. Вот там точно голова. Вот да, вот именно в этом месте. А, ты себе польстил. Поперек глотать. Не-не-не, солнце, давай с головы. Ты рядом. Во. Оно самое. Давай. Давай-давай. Ты уже у цели. Давай. Другого не дам. Бери. Страшный. Я сама понимаю, что он страшный. Ну, ничего страшного, так сказать. Та в того, где, но тем не менее, оно для тебя съедобное. Кушай. Да-да-да. Хочешь, хочешь есть. Тут даже не обсуждается. Карамелька еще вчера клянчить начала. Нет, другого не будет. Можешь не искать, не ходить. Вариант только один. Хоть ищи, хоть не ищи. Нюхает. Нюхает язычком. Сканирует пространство. А вот судьба так свела только с этим карамелым объектом. Других вариантов нет. На. Бери. Сейчас повыделывается для приличия. Во-во-во. Почти нашел голову. Давай. Сомнения, колебания какие-то. Сколько сложностей у ребенка в жизни. Кошмар. Еда берется из ниоткуда. Пока у нее голову найдешь. Ой, жесть, скажи. Потом пока запихнешься. Караул какой-то. Давай, давай. Бери. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сам в себе решил заблудиться. Во, наконец, голова. Бери, бери, бери. Ну, ты ж правильно дорогой идешь. Все нормально. Ты еще его держишь, чтобы он никуда не делся, да? Ну, я сомневаюсь, что он в этом состоянии куда-то бы делся. А, решил перевернуть. Думаю, с другой стороны он красивее. Ну, как бы да, с другой стороны реально он получше выглядит. Ага, чтобы не видеть ту сторону. Давай, давай. Хм, забавный ты, дружочек. О, ура, голова нашлась. Что-таки голову? Ну, ну, кормовый объект сегодня очень некрасивый. Поэтому, кому не нравится, просто не смотрите. Что-то реально из зомби-апокалипсиса. Такое оно страшненькое. Но, судя по лицу, катареля вкусненькая. Ему пофиг, как оно выглядит. Главное, чтобы оно нормально пахло. Остальное мелочи в жизни. А после теплой водички, оно же еще и тепленькое. Ну, почти живое, да. Только не шевелится. Кушай. Давай, давай. Ого, молодец. Да, я уже говорила, попадаются среди заморозки некрасивые кормовые объекты. Они же когда, оп, там по пакетам зафасованы, не все видно, что там внутри. Поэтому покупаешь сильно там, не вникая в такие моменты. Но ничего страшного. Змея не отравится. Вот эти пятна непонятные. Это просто видно, когда долго лежало в заморозке. А то, что там конечности какие-то оторваны. Ну, возможно, еще при жизни в крысином королевстве кормовой объект пострадал. А может уже в процессе заморозок, разморозок тоже что-то произошло. Тут уже не угадаешь. Главное, что мы это едим. Да, и все нормально. Жильцо у нас широкое. Ух, расширяется. Все нормально. Вот как то, как к плечевому поясу подойдет плотно. И дальше уже процесс всегда быстрее. Самое главное с головой разобраться. Остальное мелочи в жизни. Дальше как по маслу пойдет. Вот, вот, вот. Вот он, как он, видите, половинками челюсти, то правой, то левой, продвигается немножко. Во! А когда уже голова за челюсть туда пройдет, сокращение в шейном отделе по пищеводу поможет протолкнуть это дело дальше. Вот пошли сокращения волной. И, соответственно, быстрее пойдет сам процесс проглатывания. Уже товарищу легче. Да, он как ротик разевается. Промолнись. Ну, вот уже голову проглотил стопроцентно. Сейчас туда-сюда, скажи, покушал. Что тут? Недолго. Скажи, я быстрый. Все нормально. А если смотреть с этого ракурса, реально питонище такой, ух! Огромный, да, большой, 15 метров, как минимум. Угу. С красивыми глазками. И с широким ротиком. Ну, вот и все, считай. Последние штрихи. И запихнулся. То есть больше выделался, честное слово. С поисками головы. Других вариантов. Вот, вот, вот. Доглатывай. И я тебе имущество верну. Давай, давай. Ох, отлично. В принципе, все. Справился с задачей очень быстро. Больше выделывался. Ну, я всегда их стараюсь кормить в ночь. Во-первых, это ночные животные. Во-вторых, днем я на работе, вечером я для четвероногих товарищей. А ночь у меня более-менее свободная по времени. Вот, ночью мы все кормимся. Все холоднокровные и членистоногие. Правда, в разные дни разные товарищи кушают. Все, молодца. Давай, пропихивай в желудок. И я пойду кормить карамельку. Продолжение следует...